Гигантские рептилии во все времена вызывали дикий интерес как у специалистов, так и у простого обывателя. Видимо, современные там ящерки и змеи слишком уж не впечатляют своими размерами, даже на фоне не особо-то и крупных хищных и травоядных млекопитающих современности. Тем более, как мы помним из моего опуса про комодского варана, относительно некрупные размеры не мешают вроде бы рептилиям быть активными и успешными хищниками даже на крупных порнокопытных. Но, герой нашего сегодняшнего видео смог совместить в себе сразу два беспроигрышных параметра. Во-первых, он удав, а удавов уважают и любят все, в том числе и тискать тоже любят. Во-вторых, это мать вашу гигантский удав, который в несколько раз массивнее любого современного питона или анаконды. Ну и как вишенка на торте, он вымер, а значит, как и любая гигантская вымершая завропсида, он достоин фанатского внимания даже в отрыве от своих реальных способностей. В частности, ему очень часто дают уж очень противоречивую роль убийцы динозавров. И правда, что ему мешало это делать? Ведь современные змеи могут в принципе без особых вопросов убивать добычу размером с себя. Что ж, встречаем Титанобоа, самую длинную и массивную змею за всю историю планеты, родом, что не удивительно, из Колумбии. Итак, всем фанатам гигантских змей советую подложить под себя чугунную сковородку, либо лист авиационной дюрали, ведь проблема в том, что Титанобоа не охотилась на динозавров. Она просто чисто технически не могла этого делать, ну никак. Спросите, почему? Да, просто потому, что эта змея появилась уже после вымирания динозавров и по факту не застала ни одного из них, кроме разве что птиц. Но сами прекрасно понимаете, что даже достаточно крупная летающая птица вряд ли могла бы быть серьезным конкурентом до такой змеи. То есть все вот эти фанатские арты, где Титанобоа дерется с Рексом, это просто влажные фантазии. И да, даже если бы этот удав жил во времена Рекса, он бы все равно с ним не встретился, ведь их разделял бы океан и гигантские массивы суши, что делает такие расстояния просто непреодолимыми для полуводной тропической змеи. Да-да, мало того, что Титанобоа не встречалась с динозаврами, живя 61 миллион лет назад, так она еще вряд ли была охотником на крупную добычу. Судя по ее строению, это во многом был охотник на рыбу и всякую остальную водную живность, который практически не имел конкурентов на самом деле в своей экологической нише, а ее гигантские размеры позволяли не конфликтовать с такими соседями, как ранние палеоценовые крокодилы. Жила эта змея в поймах рек, чаще всего находясь по роду своей деятельности в воде, занималась отловом рыбы и различных среднеразмерных позвоночных, причем, скорее всего, млекопитающие в рацион практически не входили, они еще просто не успели достигнуть подходящего размера, чтобы на них хоть какие-то силы стоило бы тратить. Таким образом, стоит запомнить, что Титанобоа – это крупная, довольно медлительная на суше, непропорционально массивная змея, которая занималась ловлей рыбы и остальной водной живности. И, кстати, скорее всего, судя по строению позвоночника, душить свою добычу она тоже не умела. То есть, такой себе удав, прям, я б сказал, на минималках. Примерно, как ядерную силовую установку поставить на катер. Настолько же бессмысленно. В общем, насколько же она большая. После экстраполяции от размеров позвонков и суставных поверхностей в позвоночнике, длину Титанобоа установили в диапазоне от 12,8 метров до 14 метров с копейками. Причем, по комплекции эта змея была ближе к анаконде, чем к сетчатому питону. Ну, это логично, удав все-таки. А значит, толщина ее тушки была реально впечатляющей. По крайней мере, даже два человека не смогли бы ее обхватить. Собственно, возникает в таком случае вопрос, зачем становиться таким толстым и длинным, если ты не охотишься на крупную добычу практически никогда, и большая часть времени занять чиллингом в воде. Да и крупной добычи-то, по сути, нет. Разве не тяжко такую тушку поддерживать чисто энергетически? И на самом деле все довольно просто. Змеи всегда были холоднокровны. А значит, и еды такому животному нужно не в пример меньше, чем, к примеру, соразмерному по массе динозавру или млекопитающему. Правда, это не убирает того факта, что гигантизм не особо нужен, когда рядом нет динозавров, но проблема в том, что, будучи животным вполне себе полуводным, тетанобоа вступала на скользкую дорожку соседства с крокодилами. И, как известно, в воде с крокодилом конкурировать довольно трудно, особенно, когда ты меньше него по размерам. Так что, видимо, гигантизм нашего героя был связан с двумя базовыми вещами. Для крупной змеи нет конкурентов, особенно, когда крупнее нее в ареале никого из животных и не существует. А второе, крупные размеры позволяют умерить пыл соседствующих крокодилов, оберегая взрослое животное от потенциальной атаки. Ведь никому не хочется, чтобы крокодил его кусал, даже если ты змея весом со слона. Выходит, тетанобоа – это рыбоед и охотник на среднеразмерную добычу, который, скорее всего, не умел душить своих жертв. Большую часть времени проводил в воде, где, собственно, и ловит свою добычу, а по относительным своим габаритам очень похож на современную зеленую анаконду, за исключением того, что пасть открывается не так широко, а размеры с анакондой несравнимы и подавно. Откуда же тогда взялись байки о том, что тетанобоа охотился на динозавров? Перенесемся назад, в конец мелового периода, когда змей только начали появляться как группа примерно на 90 миллионов лет назад. Кто же такие змеи по сути происхождения? Если говорить кратко, то это представители высших лепидозавров, отделившиеся от одного с игуанами, варанами и мозозаврами предка около 100 миллионов лет назад, может чуть пораньше. Особенностью змей, как вы сами прекрасно понимаете, стала полная потеря ног, что происходило достаточно постепенно не только у змей, но змеи довели это до абсолюта. Правда, стоит заметить, что во многих группах змей иногда прямо до эоцена наблюдалось сохранение частично редуцированных поясов задних и передних конечностей. Правда, опять же, участие в движении эти органы уже не принимали, хотя бы просто ввиду своих малых размеров. Первые змеи, судя по строению черепа, были любителями лесной подстилки, а также умели очень хорошо закапываться на глубину в землю, что, кстати, дико способствовало выживанию этих животных именно в недавно появившихся в широколиственных лесах около 90 миллионов лет назад. Также черепа первых змей не демонстрируют одно из важнейших фишек современных змей. Пасть имеет довольно малый по размерам потенциал к расширению при проглатывании крупной добычи целиком. То есть первые настоящие змеи были чаще всего охотниками за мелкой добычей, ввиду хотя бы того факта, что и сами-то они редко превышали в длину более полутора метров, что даже по современным меркам размеры довольно скромные. С другой стороны, какой-либо ядовитости ранние змеи тоже не проявляли и в основе своей полагались на силовое решение проблемы с поимкой добычи. Именно поэтому зубы мизозойских змей несколько крупнее, чем у современных, а череп оплодает куда более низким уровнем внутренней подвижности. В общем, целями первых змей были скорее всего яйца и детеныши мелких динозавров, которых можно проглотить целиком. Скорее всего, не отказались бы они и от хачлингов-крокодилов, ну и, конечно, не обошли бы своим вниманием мелких млекопитающих и амфибий. То есть, по сути, на начальном этапе своей эволюции змеи хоть и были довольно разнообразной многочисленной группой животных, но по сравнению со своими современными потомками в лице аспидов, гадюк и питонов, они были максимально беспомощны. Просто уже переростки, ей-богу. И вот мы теперь примерно поняли, что первые метазойские змеи – это жители лесной подстилки и любители копать норы, находятся на мелкую добычу, которую только смогут проглотить ввиду своей слабой подвижности черепных костей. Так каким образом появился миф о том, что змеи убивали динозавров? И почему на эту роль поставили именно Титанобоа, который появился гораздо позднее? Ну что ж, в этом нам поможет змея по имени Санаже. Ведь именно ей прочат славу поедателя Завропот. В общем, жила и не тужила себе эта змейка в самом конце милового периода, примерно 68 миллионов лет назад в Индии. Длиной была примерно 3-3,5 метра, по пропорциям напоминала очень крупного ужа. И принадлежала к группе уже полностью вымерших змей, известных как Матсаиды. Последние представители этой группы вымерли, кстати говоря, всего лишь 50 тысяч лет назад в Австралии благодаря деятельности человека. Спасибо тебе, человек. Но речь не об Австралии. В общем, всё бы с Санаже было бы хорошо, если бы не одно «но». Его обнаружили в гнезде Титанозаврида, крупного длинношеевого Завропода, возможно, принадлежавшего гипсилозавру. Рядом со змеёй обнаружили также несколько яиц и часть скелета десёныша Титанозавра, что навело на мысль о том, что змея избирала своей целью гнёзда динозавров, где занималась простым грабежом кладок. То есть, по мнению Джеффри Уилсона, который и описал находку, змея, скорее всего, разбивала яйца с помощью сжатия петлями своего тела, а затем потребляла их содержимое. Возможно также, что и более мелкие яйца могли проглатываться целиком, что сильно сокращало время, проведённое рядом с гнездом, пока не успеют вернуться родители. Но тут есть маленькая вот проблема. Видите ли, Санаже вряд ли могла проглотить даже такую маленькую штучку, как детёныш Титанозавра, целиком. У неё всё ещё был довольно слабый по меркам современных змей кинетизм черепа, что не позволяло ей сильно раздвигать кости во время глотания. Да и на скелете детёныша, если честно, не обнаружено как таковых повреждений от охоты. С другой стороны, и скелет его найден не целиком, и часть всё-таки не сохранилась, хотя змея тут, скорее всего, даже и ни при чём. С другой стороны, не могла же змея обгладывать уже убитую ей добычу. Змей глотают всё целиком. В общем, доказательства динофагии со стороны змей пока что довольно слабые, ведь змея могла просто греться в гнезде, как это сейчас делают некоторые змеи, в некоторых гнёздах некоторых наземных птиц. Ну или же змея могла просто переоценить свои способности в проглатывании, что тоже на самом деле нередко даже среди современных их представителей. Но новость-то уже разлетелась, и змея, убивающая динозавров, начала гулять по новостным порталам и пабликам, где они особо и точно занимаются проверкой данных, тут надо первому успеть написать, проверять пусть будут читатели. Ну а так как момент находки Санажа и Титанобоа примерно совпал, то змея, убивавшая динозавров, совместилась в общественном сознании с самой гигантской змеёй в истории Земли. Вот где-то тут мы и получили того самого мифического монстра, который при всей своей неповоротливости на суше почему-то мог убивать тираннозавров. Заметьте, чаще всего Титанобоа сталкивают именно с ним, с тираннозавром. При этом даже та самая Санажа, от кого и пошёл хайп по поводу змея-динозавроедов, жила в Индии, и тираннозаврит тоже не встречала. В общем, как говорит старая пословица, заставь дурака богу молиться. Ну а учитывая, что бога нет, всё это змеелюбство, которое окружает Титанобоа, кажется ещё более смешным. Как всегда сработала простейшая схема. Там услышал, тут услышал, не получил биологического образования, скомпилировал в мере своих способностей. После того, как скомпилировал, пошёл ко мне в комменты, начал писать про то, что змеи рексов убивают. Получил бан. Понял, что я не шарю и не готов выслушивать такие всратые аргументы. Решил бежать на зоофорумы, где радостно вбрасывает свои несомненно важные знания в ветки про Чупакабру и Теребумбу. Что же всё-таки со змеями-динозавроедами-то по итогам? Конечно же, они были. И тот же Сана же вполне спокойно мог охотиться на мелких динозавров и на их детёнышей. Но могла ли Титанобоа убить динозавра, если бы жила на 5 миллионов лет раньше? Думаю, если бы такая змея жила в конце мелового периода, то она бы полностью перешла в пресноводную среду, ведь на суше ей не хватит сил двигаться достаточно активно, чтобы отбиться даже от динозавра, равной с ней массы. Так что, по факту, такая змея просто технически не могла бы появиться во времена динозавров, ведь Титанобоа – это продукт своего очень и очень эндемичного окружения, выросшей в удачной, опустевшей экосистеме, которая была больше похожа на теплицу, где конкуренцию во время взросления особи могли составить только немногочисленные крокодилы-дирозавриды. Да и что могли на самом деле сделать этому гиганту тамошние крохотные дирозавриды? Современная анаконда ловит кайманов, а уж для Титанобоа дирозавры точно проблемой бы не стали. И да, Титанобоа не ядовита. Всем пока.